Хапай! Хапай! Хапай у Комфи кредит хапай! Здрасьте, здрасьте, здрасьте. Можно начинать? Можно, здравствуйте. Если верить современной рекламе, то единственные развивающиеся в нашем мире вещи — это зубная щетка и прокладки. Серьезно, там что не модель, то инновации, новшества, теперь с крылышками, да, ультратонкие, вы такого еще не видели. Мне кажется, если бы эти ученые вложили хотя бы немножко сил в другое какое-то русло, мы бы жили в мире как в пятом элементе. Серьезно, у каждого была бы летающая машина. Нет, я, конечно, верю, что со временем мы тоже будем жить в крутом таком футуристичном мире, но летать мы будем на прокладках с крылышками. Я в Киев ехал на автобусе и, знаете, ко мне подсела такая милая, молодая, очаровательная девушка. Да, нет, это был старый прибуханный дед, который постоянно засыпал, падал лицом на переднее сиденье на поворотах на меня. Мне приходилось его поднимать, и это тяжело. Он очень-очень много весит. Я не справлялся. Не смотрите на меня так, я не слабак. В конце концов, наше государство с трудом поднимает пенсионеров. Куда мне? При первой же возможности я пересел на свободное место. Мне, слава Богу, удалось уснуть, но, правда, проспал я минут 30. Меня разбудили, толкая в плечо. И угадайте, кто? Дед. Дед, который стоял надо мной и спрашивал. Парень, я извиняюсь, ты не видел толстяка, который сидел рядом со мной? Он просто куда-то пропал. Подвинься, я тут с тобой сяду. Не подумайте, я нормально отношусь к пожилым людям, честно. У меня есть дед, как ни странно, и я его очень люблю. Правда, он в последнее время загоняется. Его любимой фразой стала «Ну, не сегодня-завтра помирать». Иногда доходит до крайности. Он подходит к моему младшему брату и такой «Оп, а что это у деда твой нос? Оп, а что у деда на носу? Смерть у деда на носу». И мне непонятно, как на это реагировать. Просто мне кажется, это он говорит только для того, чтобы узнать, где бабушка хранит заначку на похороны. Он недавно сказал, что плохо себя чувствует, ему надо бы сдать анализы и пошел в больницу. Пешком. 8 километров. И это в одну сторону. И вернулся с мешком картошки. Честно, я люблю своего деда. Часто бывал у него в гостях. И вот, когда был последний раз, захожу к нему в комнату и вижу, он сидит, ностальгирует. Достал кассету 20-летней давности. Он там почти не старый. Смотрит ее. 96-й год. Маму вместе со мной выписывают из роддома. Все так мило. Все молодые, радостные. Дед со слезами берет меня на руки, плачет и говорит. Первый внук. Я ж думал, не увижу. Мне ж не сегодня-завтра помирать. Всем спасибо. Спасибо большое, Владислав. У вас есть один шанс, да, вот сейчас пройти дальше. А вы выходите и, получается, в половине выступления вы забалтываете ключевые моменты. И это просто как-то сбило все. Все, вы для меня сейчас не комик на миллион. Ну, вы понимаете, о чем я говорю? Да, я понимаю. Я опять с тобой солидарна. Ты быстро говоришь все мои слова. Ну, это же... Ну, просто у нас уже какие-то созвучные эмоции. Мы думаем, это одинаково. Видим же все. Если бы мы купили билеты на ваш концерт, я бы, наверное, сдал бы эти билеты. А на что я покупаю? Зачем это все? Я старался просто в волнении. Нет, вот именно. Извините, вы не старались, Владислав. При всем уважении к вам, вы не старались. Даже не хочу обсуждать, что в тексте по деду можно было сделать первое, что второе, что третье. Вы молодой, вы можете прийти через год. Мы всегда вас ждем. Мое мнение. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.